Приветствую, друзья! С вами Санислав Орехов. Сегодня мы будем смотреть рабочий проект «Интерьер частной квартиры». Я решил записать это видео, потому что часто спрашивают, покажут за чертежи, как выглядят сложные какие-то проекты. Ну вот я решил сделать такие комментарии на видео. Многим это будет полезно, как заказчикам, чтобы понимать, какие должны быть правильные чертежи, так и исполнителям для того, чтобы понимать тоже, что мы смотрим. Первый лист – это лист с материалами, которые были, то есть это изначальное положение, квартира 250 метров. Здесь мы это все сносим, то есть это план демонтажа. Обычно в квартирах сразу же все сносится, чтобы потом возвести заново. То есть примерно вот такой план. Значит, где-то даны узлы, какие-то такие вот вещи. Это все строители должны смотреть внимательно. Теперь дается общая планировка, где что находится. Плюс, прошу обратить внимание на вот эти вот конкретные уже числа, цифры. Это пометки для того, чтобы в ведомостях уже каждое оборудование уже можно было спецификацию выводить и промаркировано должно быть. То же самое по сантехнике указано, чтобы потом ничего не потерялось. Это делается еще на стадии планировки. Теперь это пол. Тоже делается на всю квартиру. Где-то паркет, где-то оникс. Ну, здесь, в принципе, в условных обозначениях все подписано. Тоже очень важно. Дальше строители смотрят по каждой зоне, там уже планируют работу дать. Причем здесь хитро сделано, что здесь как бы заходят из комнаты в комнату. Ну, как будто такими вот полями дополнительными. Где-то даны узлы. Да, естественно, что узлы, они как бы даны, как мы видим. Если сложны какие-то решения технические и решения, связанные с инженерией, конечно же, приходят отдельные инженеры. И вот мы только показываем объем и габариты, но все основные вещи делают уже непосредственно нанятые подрядчики. То же самое пироги. То есть мы здесь показываем пироги, которые должны быть по утеплению, изоляции, по монтажу рекомендованы. Но также подрядчики могут самостоятельно это все сделать. Дальше сложные формы идут. Это поликалу сделанное. Можно выводить это для потолка. То есть одна из сложных вещей – это именно потолочные конструкции. Так, дальше идут тоже узлы, детали, наименования. Так как очень много элементов, соответственно, нужно несколько делать планов и по ним показывать, чтобы они все не мешались. Это уже идет потолок. Потолок здесь сделан из такого гипса, плюс металла, плюс даны резы, развертки. Естественно, это все равно делается все по месту, потому что даются основные какие-то габариты, основные высоты. Здесь все это дело прочерчивается по 3D Max и AutoCAD. Но на месте обязательно, естественно, в таких вот сложных каких-то конструкциях, авторский надзор. Иначе то, что там на картинке было изображено, вот эти вот потолки, достаточно сложно делать. Это в любом случае на месте много чего решается. Но планы все равно должны быть. Без плана все равно практически нереально это сделать. Так, дальше тоже еще одна сложная схема, но она тоже нужна. Это светильники. Здесь много километров вот такого вот провода электрического. Это не то, что даже провод, это светодиоды различных мастей. Здесь уже приглашаются электрики, которые это делают. То есть достаточно сложная схема. Мы показываем, как оно должно быть оформлено. Дальше тоже как бы маркировки идут. Пошли развертки. Развертки, в принципе, не всегда их нужно делать. Но когда сложный проект, лучше сделать. Потому что здесь, например, у нас там оргстекло сделано тоже с подсветочкой. Все это в нишах сделано таким образом. Весь проект, он как бы светится. То есть по свету здесь большая работа и тоже должно быть показано. То же самое по гардеробам. Ну, на самом деле, гардероб здесь уже детально отрабатывается. Ну, тоже компания, которая будет делать. Но мы здесь даем как бы общее такое положение, что хочется. Консоли. Это все уже подобранная мебель. Мебель может быть какая-то реальная, может быть условная. То есть вот эта консолька, она реальная. Вот здесь вот у нас такие кресла-жабра. То есть они по-другому немножко сделаны. Везде обязательно учитывается вентиляция. Как сделано. Везде выводы. Там здесь зеркало. Ну, какие-то такие вот поверхности. И дается обязательно маячок, где это находится. То есть вот эта вот зона, вот она, допустим. Чтобы можно было как-то сориентироваться. Развертки по другим зонам. Да, понятно, почему здесь нельзя взять просто там чернорабочих и отдать им этот план. И сказать, делайте, что хотите. То есть сложность именно этого проекта. И его качество зависит от того, как в том числе будет выполнен авторский надзор. И то, как будут строители, комплектатор, клиент, дизайнер взаимодействовать. Ну, клиенту здесь не обязательно, в принципе. Он вряд ли в этом всем понимает. Да, вот в этих вот деталях и тонкостях. Но все строители, которые этим занимаются, обязательно, конечно, должны в этом всем разбираться. Сразу это может быть непонятно. Не по картинкам, не по чертежам. Ну, на то есть архитектор, на то есть комплектатор, есть авторский надзор, есть управление строительством. Если такой проект какой-то сложно затевается, он обязательно должен учитывать, ну, в принципе, вообще все. И очень важно здесь именно управление делать. Но перед тем, как начинать, многие говорят, а вот можно нам только сделать план электрики, а дальше мы сами. Очень сложно будет дальше самим сделать, потому что любой чих, любой момент строители будут спрашивать. И либо они делают это на свой страх, на свое усмотрение, либо вы делаете это самостоятельно, указывая. И, естественно, ну, это же не просто так чертежи, да, какие-то линии. Каждая из этих линий, она привязана к другому листу. То есть делает это, естественно, человек, да, увязывает это все на компьютере. И здесь очень важно, чтобы вот каждый вот этот элемент, он был конкретный, да, если закупить что-то не то, оно потом не встанет, либо будет не того давления. Либо будет, ну, что-то не так читаться, не соединяться, да, с другими вещами. И, там, допустим, вода будет идти, ну, неправильный напор, например, будет. Вот. Или вообще вовсе не подойдет. То есть были случаи, когда подходило просто оборудование. Особенно это сантехническое оборудование. Очень важно. Дальше идут коридоры. То есть это более простые решения, но единство оформления, вот такого, которое у нас есть, оно позволяет не запутаться в данном проекте. Кабинет. Такой, как кабинет детская получает. Ну, не детская, гостевой, кабинет гостевой. Значит, по плитке. Не плитка, вернее, а условное обозначение. Значит, отдельное. Так, ну, дальше, в общем-то, идут по разным комнатам. Основную зону, основные какие-то вещи показал. Проект достаточно толстенький. Вот мы его сейчас смотрели-смотрели, да. Осталось еще, наверное, третьего примерно. Сейчас я быстро промотаю, да, чтобы было понятно, вот из чего он состоит. Вот. Естественно, этот проект не делается там за две недели. Это серьезная достаточно работа. Без нее просто не получится сделать такой детализации проект, вот который, собственно, получился. И самое главное, сделать-то может быть что-то и получится, но будет очень сложно управлять строителями и как-то, ну, сделать это так, чтобы не участвовать в процессе. То есть, будут постоянные какие-то вопросы, постоянные споры. А если особенно сделать что-то не то, будет вставать вопрос, кто должен переделывать, за чей счет это делается. Ну, в общем, вопросов будет достаточно много. Так, ну, вот такой, в общем-то, у нас проект. Это уже ванная комната пошла. Я думаю, детализация вообще в целом понятна. Все, смысла, наверное, здесь нет показывать. Проект Аллы Паруса. Можно посмотреть по ссылочке под этим видео, как он выглядит. У нас были 3D-визуализации сделаны. Мы согласовались с клиентом вот такой, как бы, стиль-концепт. Можно посмотреть, как сделано в итоге фото. Все это дело сфотографировано. И даже есть видео, на котором я рассказываю, показываю, как вот мы все это дело воплощали. Ну, на этом все. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Если хотите работать, участвовать с такими проектами, то присылайте нам свое резюме. Мы посмотрим, как вы делаете, что вы делаете. И если вы, заказчик, хотите примерно сложный какой-то проект заказать, то вот в такой позиции он должен быть. Вот такой должен быть толстенький альбомчик, да, для того, чтобы это все сделать, для того, чтобы это все реализовать. На этом все. С вами был Санислав Орехов. До новых встреч.